Что ты там делаешь? Ну, колечко отламывала. Без него пить удобнее. Сейчас подниму. Наконец-то! Два года ждала! Я согласна! Тонкий семейный юмор, жизнелюбие и неугасаемая энергия. На протяжении месяца ребята записывали видео и выполняли конкурсные задания. Визитка, творческий номер и семейный оберег из подручных материалов. Удивляли и истории знакомств участников. Потому что он не из Тобольска, он из Коголыма. А познакомились мы в городе Тюмени. Наверное, поэтому. Наши мужчины не хуже. Просто есть то, что ищешь очень долго, как в кино, как в романах, как в книгах. И находишь это действительно где-то на Эльбрусе, а не где-то рядышком. За свою оригинальность молодая супружеская пара получила второе место. А вот семья начинающих блогеров удивила членов жюри умением превратить бытовые вещи в одно большое увлекательное дело. Гвозди и тюбеля, циркулярная пила, шпатель, молоток, стремянка, мои лучшие друзья. За это Чита Филатовых получила почетное третье место. А вот самой творческой семьей стала семья Вагаповых. По итогам всех испытаний Алиса и Руслан получили заслуженный титул «Лучшая пара 2020 года». Такая совместная работа, подготовка вообще вместе, участие в чем-то, что объединяет семью. Потому что в любом случае интересы могут быть разные у всех. Так ведь работа, дела, какие-то хобби. Они не обязательно должны быть одинаковые у всех членов семьи. Но в такие моменты это то, что нас сплачает. Конкурс не просто помогает раскрыть творческие способности и потенциал молодых пар, но и доказать, что вместе любое дело по плечу. Поэтому самый главный критерий, по которому оценивали все пары, это умение быть одним целым даже в стрессовой ситуации. На мой взгляд, самое главное, что должно быть у любой пары, это взаимоуважение и любовь друг к другу. Все, что им необходимо, это, конечно же, чувствовать друг друга, понимать с полуслова и делать все вместе сообща. Только благодаря вот этим качествам любая пара является жизнеспособной. Из-за введенного в Тюменской области режима повышенной готовности, конкурсные задания участников оценивались удаленно, а награждение прошло соблюдением всех мер безопасности. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.